Данный фильм еще никто не видел, но из-за скандальных слухов, что режиссер снимает такое, и это нельзя показывать человечеству, такого еще никто никогда не делал. Ни одна кинокомпания не дала деньги режиссеру для съемок его замысла. «Ты что, совсем обезумел? Твоей карьере конец, если ты снимешь это!» В один голос говорили директоры всех киностудий Мэлу Гибсону. Тогда было 46 лет, ведь он готовился к съемкам целых 13 лет и был готов к такому отказу. И за собственные деньги, которые он копил длительное время, за 30 миллионов долларов заплатил актерам в съемочной группе и снял «Страсти Христовые». Ни один кинотеатр по всему миру не хотел показывать кино Мэла Гибсона, ведь такое нельзя показывать. Он выступил в качестве режиссера-сценариста. Его обвиняли в жестокости, нецензурном натурализме, богохульстве. «Евреи и вовсе протестовали не только против фильма, но и просили наказать Мэла Гибсона по самым строгим меркам за такой грех». Режиссер отвечал «Я не понимаю, о чем идет речь. Именно евреи подарили миру Деву Марию и Иисуса. Я знаю, вы знаете, все человечество знает эту историю, которая произошла 2000 лет назад. Так как вы можете судить о фильме, даже его не посмотрев?» Мэл Гибсон устроил закрытый показ картины для самых влиятельных персон из разных стран. Там были артисты, актеры, писатели, политики, представители церкви, критики, которые были готовы зацепиться за малейшую ошибку, верующие в Бога и Иисуса. Мэл Гибсон надеялся их разубедить, чтобы они потом изменили мнение общественности своего народа, каждый. Закончились последние секунды закрытого показа. Мэл Гибсон выходит на сцену, у него трясутся руки, смотрит на лица десятков критиков, но ему не дадут произнести ни слова, целых шесть минут подряд зал рыдал и аплодировал. 25 февраля 2004 года «Страсти Христовые» показали одновременно в 5000 кинотеатрах по всему миру. Кино вошло в историю, историю человечества. Мэл Гибсон решил перенести на экран последние 12 часов жизни Иисуса, показав физические истязания мученика, переживания, жертву и его веру в людей. Тяжелые кадры привели к смертям трех человек во время просмотра фильма в первый же день показа. Например, у женщины в кинотеатре заболело сердце, ее отвезли в больницу и она умерла. «Страсти Христовые» до сегодняшнего дня держат первую строчку в рейтинге самых скандальных и обсуждаемых фильмов в истории кино. Безусловно, спорный вопрос, есть Бог или нет, но верить в Него может даже самый отреченный атеист. Когда становится совсем плохо, когда смертельно больна мама, папа, серьезные проблемы в жизни, обращаешься к нему на подсознательном уровне. На ютубе есть канал Кузнецова Дмитрия. Он веган, христолюб, активист, блогер и проповедник истины, которая заключается в свободе, бессмертии и любви друг к другу, всего Божьего творения. Советую зайти на его канал, возможно, ваши взгляды изменятся по отношению к Богу. Все ссылки на ресурсы и контакты Дмитрия найдете в описании под этим видео. Это случилось в 1980 году. В одном из ресторанчиков, где Мел Гибсон отдыхал с друзьями накануне своей свадьбы, Вдруг завязалась драка, а Мел только-только стал популярен после славы Безумного Макса. Встал из-за своего стола и гордо крикнул, «Ребята, вы что, меня не узнали? Это же я, Безумный Макс, Мел Гибсон!» Он думал, сейчас прекрати драку своим известным влиянием. Через секунду ему по затылку ударили бутылкой. А в жизни все не так, как в кино, где тебя бьют 30 раз по голове, а тебе все равно. Драка тогда действительно прекратилась, ведь на полу в луже крови лежит парень. Он не двигается. Скорая примечалась быстро, отвезли в больницу, но парень впал в кому. Врачи сказали, если он и выживет, что само по себе уже большое чудо 100% останется неподвижным, и вряд ли будет говорить. Три дня он лежал неподвижно. Все это время его девушка сидела с ним и спала рядом с ним. Она уволилась даже с работы и выхаживала любимого. Спустя всего 4 месяца у Мэла Гибсона остался только шрам, головные боли и заикание. Он начал даже бегать. Вскоре пара обвенчалась, а к сегодняшнему дню у них родилось семеро детей. Последнюю беременность врачи не рекомендовали, но аборт Мэл и Робин отказались сделать. Родился малыш, но он не плачет. Он лежит неподвижно. Врачи ждут и вот-вот повернутся к отцу и скажут, ваш сын мертв. Мэл Гибсон к этому моменту уже 9 лет вынашивал идею снять страсти Христовы. И пообещал в эту же секунду, когда врачи безутешительным взглядом посмотрели в его сторону, отец про себя пообещал в эту же секунду сделать все для Господа, лишь бы его сын жил. В ту же секунду раздался плач ребенка. Мэл Гибсон заплакал и понял, настало время. И начал готовиться к съемкам. Когда мне позвонил продюсер и сказал, «Джеймс, у меня для тебя есть роль, только ты сможешь с ней справиться. Но эта роль может разрушить твою актерскую карьеру. Ты, скорее всего, больше никогда не сможешь сниматься в кино». Я спросил, о чем хоть фильм. Мне прислали краткое содержание фильма. Я прямо ответил, что сюжет слабый и я не уверен, что согласен сняться. Дело не в том, что я боюсь. Просто мне кино показалось тогда неинтересным. Прошло 40 минут и сам Мэл Гибсон стоял у моего дома и нервно курил. Он сказал, «Ты же верующий человек, как ты можешь?» Мэл в жизни крайне стеснительный. Все время курил. Я увидел в его глазах огонь. Это сложно объяснить. Он рассказывал мне, как все 13 лет готовился к этому моменту съемок. И что я единственный человек, которого он знает, что я справлю с ролью. Он чуть ли не плакал. Он говорил, что Иисус принес жертву, а ты не можешь просто сняться в кино? Я сказал, «Да». Я не дал ему договорить, я сказал, «Да». Я всю свою жизнь несу веру в Господа. У нас с женой не было долго детей. И мы усыновили мальчика из Китая. Затем девочку из Китая. И спустя 10 лет у нас родился третий ребенок, наш, по крови. Спустя 7 лет после съемок в этом фильме. И в этот же вечер, когда я согласился сыграть роль Иисуса, Мэл позвонил мне и начал отговаривать меня. Чтобы я не снимался в фильме, что я 100% буду вынужден даже переехать в другую страну. Об актерстве я забуду. И что он не хочет брать на себя такую ответственность. И я тогда испугался. И испугался за свою семью. Как я буду кормить свою семью? Что скажут люди, которые посмотрят это кино? А я уже тогда знал, что все студии отказали Мэл снять этот фильм. А затем я крикнул. О боже! И Мэл тревожно спросил меня. Джеймс, что случилось? Ты в порядке? Да, в порядке. Просто я только что понял. Мои инициалы Джей Си. Сокращенно Джизис. Иисус. И тогда у меня больше не было сомнений. Я ответил. Да, Иисус нес свой крест. Значит, это мой крест. И я понесу его. Каким бы тяжелым он ни оказался. Позже Мэл Гибсон сказал мне, что проверял меня на искушение. Насколько я силен, чтобы не соблазниться отказом. Испугаюсь ли я? Насколько я чист душой, чтобы играть Иисуса. Ведь если мне не поверит Мэл Гибсон, тогда не поверят и все остальные. Удивительно. Мы все хотим воскреснуть, но не хотим умирать. Мы хотим победить, но не готовы потеть и трудиться для этой победы. Ведь когда тот спортсмен стоит и ему вручают золотую медаль за первое место, он плачет не от того, что каким он сейчас станет богатым, ведь ему сразу засыпят рекламные предложения на миллионы денег. Он плачет от того, что он взамен победе отдал большую жертву. Когда остальные отдыхали, он работал. Он не видел семьи, как растут его дети. Точно так и я. Я хотел передать дух картины. Когда снимается фильм и когда полностью контролируется каждый шаг, мимика, дословно произносится заученный текст, вы никогда не почувствуете искренности. Вы просто не поверите. И я хотел избежать такой участи. Каждый кадр по-настоящему... Настоящий. По-настоящему меня били по лицу. Я вывихнул плечо. Когда меня били кнутом, за спиной была металлическая пластина, по которой в действительности и лупили кнутами, не касаясь моей спины. И вот они лупят меня. Операторы пытаются поймать удачные кадры мимики и замахивания этих бойцов. Как вдруг один из них промахивается по пластине и бьет меня кнутом по спине. Очень было больно. Я сильно закричал и упал. Мэл Гибсон в азарте тогда подбегает ко мне и кричит. Джеймс, вставай. Надо продолжать. И я молча поднялся. Сцепил зубы, облокотился и в страхе ожидания нового промаха стоял. Тогда-то я и понял, что такое бичевание. И в новом дубле Гибсон кричит. Замахивайтесь сильнее, чтобы у него была натуральная мимика при замахивании. И вот дана команда мотор. Один из них с разбегу замахивается. И кнут окутывает эту металлическую пластину и попадает прямо мне на спину. Я сильно закричал, я упал. Звучит снято. Я до сих пор кричу. Этот кадр тогда, кстати, войдет в сам фильм. Ко мне подбегают, испуганно смотрят на меня. А поверх грима на спине видны куски моей настоящей плоти. Мясо. Кнут разрезал спину вглубь на 3 сантиметра. Шириной в 35 сантиметров. Шрам до сих пор со мной. Было очень больно. Я весь окровавленный, стою в образе Иисуса Христа. Поворачиваюсь к Мэлу Гибсону и говорю. Не смей так больше бить. Сына Божьего. Он испуганно затянулся и кивнул. Ага. И тогда я понял. Не надо играть Иисуса. Надо стать им. Я не хотел, чтобы люди, когда смотрели на мой грим, видели актера. Я хотел, чтобы когда они смотрели на меня, они видели Христа. А это получается только тогда, когда все по-настоящему. Боль, страдания, искренние эмоции. И я дал себе обещание. Что бы дальше ни случилось, я буду терпеть до конца. Чтобы люди прочувствовали, каково было тогда ему. И показать, что это все не наиграно. А на самом деле. Когда я нес крест, он был по-настоящему тяжелым. Весил 70 килограммов. Это настоящий деревянный крест. Я не просил передышки. И я из последних сил поднимал его и тащил. Я не раз слышал из толпы, из массовки, доносящиеся слова. Смотрите, ему же действительно плохо. Он сейчас сознание потеряет. Но я никогда и ни разу не останавливал в съемке. Один раз у меня уже не хватило сил. И я выронил крест. По бокам всегда меня страховали двое римлян. Но в тот момент они отвлеклись. Я падаю на землю. А крест в нескольких миллиметрах от моей головы. Все тогда сильно испугались. Ведь немного в сторону и мою голову раздавило бы. Это смерть. И так каждый обязан нести свой тяжелый крест. А если не сможете нести, будете раздавлены под его весом. Когда меня переворачивали на кресте, его сильно кинули и вывихнули мне плечо. Она сильно болела. Но и здесь я нашел плюс. Мне не надо было играть. Я и правда терпел сильную боль. Тогда было очень холодно. Снимались с ноября по январь. Между дублями актеры надевали пуховые куртки, чтобы согреться. Мне нельзя было, ведь грим стерся бы. И у меня развилась пневмония. Я никому не говорил об этом. Дышать было крайне тяжело. У меня была температура. Это все только на словах кажется легко. Чтобы начать съемки, утром я и гримеры приходили на работу в два ночи. Ведь грим каждый раз наносился по 8 часов. И так каждый день. Тогда не было муляжей, ни компьютерной графики. Солдаты носили по-настоящему тяжелые доспехи, чтобы вся их одышка и пот были натуральными. А крест, на котором я висел, реально был расположен над обрывом в 300 метров. Ни одна страховая компания не захотела с нами сотрудничать. Ведь это был сильный риск для жизни и здоровья в целом. На вершине, на кресте, мы снимали несколько недель. Тогда была плохая погода. Вообще люди делятся на три типа. Те, кто верит в Бога. Кто не верит. И кто стоит на распутье. Им и мало доказательств. И что-то им подсказывает, что все-таки там кто-то есть. Тогда была плохая погода. Я висел на кресте. Подул сильный ветер, как это бывает обычно перед дождем. И меня ударило молнией. Меня действительно ударило молнией. Даже Мел Гибсон испугался. Ведь шум был ужасный. Ко мне подбежали и спросили, что это было. Я сказал, что меня ударило молнией. Все в порядке. Меня сняли с креста. А я от боли в плече сильно застонал. Подбегает доктор и начал меня осматривать, слушать. Я сказал, что у меня пульс 45 ударов в минуту. А 40 ударов, это уже мертвый человек практически. И что мои легкие наполнены жидкостью. У меня пневмония. У меня температура 39,8. Он, повышая голос, доказывает это Мелу Гибсону, что у него сильный жар. Понимаете? Он может умереть. Мел Гибсон обратился ко мне. Может прекратим съемку? Слишком много совпадений. Словно кто-то не хочет, чтобы мы это делали. Я ответил, что все в порядке. Я готов завершить начатое. Я не думал о себе. Я не хотел подвезти всех остальных. Тогда 200 человек стояли и ждали моего решения. Но они не обрадовались. Все сильно переживали за меня. Не боялись, что я умру. И когда мы закончили, с меня сняли грим. Синие пятна по всему телу никак не отмывались. Это были мои синяки. И воспалительный процесс по телу уже был запущен. Меня привезли домой. И жена вызвала скорую. Меня отвезли в больницу. И сделали операцию на сердце. Мой организм был сильно истощен. А сердце еле билось. Верите ли вы, что 2000 лет назад произошел такой случай, когда один пожертвовал своей жизнью ради спасения всех? Когда он сознательно пошел на смерть и принес тяжкие муки? Когда ему сочувствовали даже враги его? Верите ли вы или нет? Он вас верит.